Очень четкую позицию заняли Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева. Как вы думаете, вот такой шаг Аллы Борисовны, как он повлиял на ее восприятие россиянами? Потеряла ли она большую часть поклонников или нет в России из-за своей, по факту, адекватной позиции? Вы знаете, что дать какой-то четкий, квалифицированный, уверенный ответ на этот вопрос я не могу, потому что для этого надо, на самом деле, общаться с людьми, причем со многими людьми, или проводить какие-то социологические замеры, опросы. На мой взгляд, Алла Пугачева гораздо более популярный человек в России, чем Владимир Путин. На мой взгляд, любовь к ней – это, в общем-то, более трепетное чувство, чем любовь к войне и Донецкой, и Луганской области, и даже полуострову Крым. Поэтому я думаю, что позиция Аллы Борисовны, ну, не скажу, что очень, скажем так, радикальная, а такая, скорее, выдержанная в полутонах, но тем не менее понятная, антивоенная, антипутинская. Вот, я думаю, что это произвело на народ, в общем, довольно сильное впечатление. Другое дело, что народ российский занимается сейчас тем, что набрал в рот воды или водки и молчит. И мнение свое высказывают буквально единицы, вместо того, чтобы миллионы выходили на улицу. Вот это вот, на самом деле, самое обидное во всей текущей ситуации. Молчит, потому что поддерживает или потому что боится репрессий? Я думаю, что большинство молчит, потому что трепещут от ужаса. Вот именно, что боятся репрессий. Но в России миллионы силовиков, то есть буквально миллионы, если почитать вместе, Росгвардию, милицию, ФСБ. Вот, я уже не говорю там про всякие эти ЧВК и так далее. Вот, очень-очень массивная силовая опора у Путина. И действует она жестко, и народ она запугивает тоже с большим удовольствием. И, к сожалению, народ на это запугивание поддается. А вы согласны с мнением, я вот на днях общалась с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым, и он говорит о том, что в этом всем очень важную роль действительно отыгрывает пропаганда российская. И их цель, цель телевизора в России сейчас, показать тому русскому, который против войны, что он в меньшинстве. Даже вот этот концерт в Лужниках, на который сейчас собирают массовку, создан с целью того, чтобы показать, что вот как бы ты один там, может быть, есть против войны, а вот ты видишь, вся Россия поддерживает войну. Как вы думаете, насколько тут важна роль действительно пропаганды? И если в один прекрасный день там уходят эти все Симоньяны, Соловьёвы и так далее, и приходит нормальная журналистика в Российскую Федерацию, сколько понадобится времени, чтобы поверили телевизору адекватному, а не вот такому? Ну, Катя, вы задали сразу несколько вопросов. Простите. Так что я буду отвечать как-то постепенно. Во-первых, я считаю, что роль пропаганды несколько преувеличена. У советских людей ещё в своё время выработался некоторый иммунитет государственной пропаганде, и я не считаю, что, скажем, российское население образца 22-23 года намного тупее, чем советское население образца, скажем, 75-го или 82-го года. Так что я думаю, что те люди, которые поддерживают войну и поддерживают Путина, они на самом деле в любом случае бы это всё поддерживали. А вот это просто какие-то моральные мутанты, у которых совершенно сместились в голове понятия добра и зла, войны и мира и так далее. В общем, такой чистый Орвелл. Но я думаю, что таких людей не то чтобы очень много. Я думаю, это 15-20% населения, вряд ли больше. Большинство людей, в общем-то, войну не поддерживает и пребывает в тихом ужасе от того, что в стране происходит. Пропаганда на них не влияет, они это дело вообще не воспринимают. Это, в первую очередь, молодёжь. Во вторую очередь, это люди такие более или менее образованные и интеллигентные. В третью очередь, это население больших городов. То есть оплот Путина – это маленькие города и сельская местность, люди предпенсионного или пенсионного возраста и при этом ещё малообразованные. Таких людей в России, в общем-то, очень много, разумеется. Но, как я уже сказал, это не больше 20% населения. Так что я бы не стал так уж сильно преувеличивать роль пропаганды. В конце концов, Соловьёвым, Симоньян, Киселёвым и так далее заслушиваются в основном те люди, которых уже переубеждать не в чем. Они уже стали вот этими мутантами. И, слушая все эти визги российских пропагандистов, они на самом деле слышат в них то, что хотят услышать. То есть речи о том, чтобы кого-то переубедить или что-то внушить, об этом речи нет. Они каждый день перенимают какие-то новые анекдотические аргументы. То там нацисты, то сатанисты, то биокомары, то НАТО и так далее. В общем, в голове у них полная каша, так же, как, собственно, и у пропагандистов тоже. А если говорить о том, что произойдет в России, если вся информационная повестка тут же сменится, я думаю, что, в общем, это приведет к тому, что общественное мнение в России, в общем-то, тоже сильно-сильно поменяется. То есть в первую очередь оно поменяется за счет тех людей, которые сейчас молчат. Они перестанут молчать, так же, как это было, скажем, в СССР в период перестройки их гласности, да. Как только сняли цензуру коммунистическую, как только стало можно обо всем говорить, тут же десятки миллионов советских людей, тут же, значит, они превратились в ярых антисоветчиков, антикоммунистов и так далее. Это произошло очень быстро. Это заняло там один-два года. Вот точно то же самое произойдет и с путинскими нарративами. Редактор субтитров А.Семкин